Поздравляю тебя с Днём Отца. Мне не так уж часто удается услышать оркестр, и поэтому мне приятно слышать молодых людей, которые выступают за чтение Святого Слова Божьего. Я собираюсь почитать и хотел бы, чтобы ты дал мне знать, о каком отце я читаю хорошо. Я еще не сказал тебе точно, но я как бы дал тебе подсказку, которая содержится в книге Бытия. «Господь сказал, Господь сказал, ибо я знаю Его, что Он будет повелевать Своим детям и Своим домашним после Него и будет соблюдать путь Господень». Кто-нибудь хочет угадать, о каком отце я говорю? Это отец Авраам. Мы находимся в 18 главе книги Бытия и 19 стихе, если ты можешь туда обратиться. Сегодня вечером мы рассмотрим один из этих стихов. «Милостивый небесный отец, спасибо тебе за то, что мы можем собраться вместе сегодня вечером. Спасибо тебе за отцов, дедов, прадедов и, возможно, даже прапрадедов, собравшихся сегодня вечером в этом здании. Спасибо тебе за тех, кто смотрит этот фильм онлайн, где бы они ни находились в мире. Спасибо тебе за предоставленную возможность побыть вместе с этими молодыми людьми. Мы видим детей повсюду, и мы так благодарны им за отцов и отцов. И все же в современном мире очень трудно присматривать за семьями, руководить семьями, это непростая задача и нелегкая работа. И все же сегодня вечером мы пойдем своим путем, вернемся в Ветхий Завет и посмотрим на отца Авраама, отца многих народов, который через него все мир был благословлен через его семя. И поэтому, Господь, я хотел бы молиться о том, чтобы сегодня вечером ты обратился к сердцам людей. Я молюсь за наши дома. По мере того, как разваливаются наши дома, разваливается и наша церковь. По мере того, как разваливаются наши дома, разваливается и наша нация. И поэтому, Боже, я хотел бы молиться, чтобы ты обратился к детям, к жене, к отцу, к каждому из нас с твоим словом. Помоги нам увидеть это из Священных Писаний, а затем применить эти вещи в нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы они были правдивы в отношении нас. И вот поэтому Бог попросил тебя выступить с проповедью сегодня вечером. Я просил тебя, чтобы твой Святой Дух действовал, обличал наши души и наставлял нас на тот путь, по которому мы должны идти. И я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог говорит об Аврааме в главе 18, стихе 19. Бог сказал об Аврааме, что я его знаю. Я знаю его и знаю, что он будет делать. И сегодня вечером я хочу сказать всем присутствующим в этом здании, что Бог знает нас и знает, как мы воспитываем детей. Богу известен каждый волосок на нашей голове. Бог знает каждую звезду в атмосфере и может дать ей название. Бог знает, когда хоть одна птица упадет на землю. И Бог знает, как мы управляем своими семьями. Бог знает, что мы за отцы и какими отцами станем в один прекрасный день. Бог знает обо всех этих вещах. А теперь обратите внимание, как он описал в стихе 19 тип воспитания Авраама. В стихе 19 Библии говорится, что он будет повелевать своими детьми и своими домочадцами. Когда я вижу слово «повелевать», по крайней мере в английском языке, я думаю о военных. Я думаю об армии. «Повелевать» означает наводить порядок или наводить порядок, а отец руководит домом, и его роль заключается в том, чтобы привести семью в порядок. Заказывайте. Теперь в доме может быть как порядок, так и беспорядок, и мы видели и то, и другое на своем веку. Родители наделены властью над собой. Родители наделены властью от Бога. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это правильно», говорится в 6 главе послания к Ефесянам и 1 стихе. «И благодаря этой власти, которая была дана родителям и особенно отцу, нам предстоит принимать решения». Многие решения и решения, которые мы принимаем за наших детей, мы принимаем сами. Нам нужно решить, стоит ли делать прививки. Нам нужно решить, что делать с дисциплиной. Нам нужно определиться с выбором образования. Нам нужно определиться с поведением и внешкольными занятиями, и мы даже должны принять решения о смартфонах. Я думаю, что вопрос номер один, который я получаю от родителей, звучит так. Когда моему ребенку следует обзавестись смартфоном? А вас дети интересуют этот ответ? Они сами в этом заинтересованы. Родители хотят знать, когда именно это произойдет. Итак, родители должны правильно использовать свои полномочия, и поэтому какого рода воспитанием детей мы занимаемся? Я надеюсь, что это нереактивное воспитание детей. Мы позволяем нашим детям делать все, что они собираются делать, а затем реагируем на это сами. Это не самый лучший способ быть родителями. Я надеюсь, что это не жестокое воспитание, когда мы кричим, кричим и ведем себя очень, очень негативно, очень, очень критично, а иногда и слишком физически. Я надеюсь, что это не ленивое воспитание, когда мы просто ничего не делаем. Мы позволяем всему происходить само собой, мы позволяем всему идти своим чередом, и мы просто очень ленивы, в чем бы ни заключалась причина. Может быть, мы и есть родители, которые занимаются тем, что кричат. А может быть, мы и есть родители повторялы. Мы повторяем это нашим детям снова, снова и снова, потому что они не послушались и не повиновались в первый раз. А может быть, мы просто угрожаем родителям. Мы постоянно угрожаем нашим детям дисциплиной. «Я не знаю, какой у тебя стиль воспитания, но у тебя есть какой-то определенный стиль воспитания». Библия дает семье право на родительское управление. Родители полностью виноваты в том, что они не могут воспользоваться предоставленными им полномочиями. Мы несем ответственность за руководство нашими семьями. Отцы несут ответственность за то, чтобы навести порядок в доме. А Авраам — это он заповедовал своей семье. Так вот, независимо от того, большая у тебя семья или маленькая, родители являются главами этой семьи. И родители имеют право посвящать своих детей Господу, наставлять своих детей на пути Божьи, обуздывать своих детей. В Библии есть один человек по имени Илай. Он не сумел обуздать своих собственных детей, и вы можете видеть, как это написано на страницах книги пророка Самуила. И из-за этого у него родились ужасные сыновья. Таким образом, Библия подчеркивает важность проявления родительской власти. Это семейное обучение. Насколько же оно важно для вас? Насколько же оно важно для вас? Бог ценит духовное воспитание, и Он говорит о духовном воспитании с самого начала Библии. И поэтому Бог видит и знает, как осуществляется духовное воспитание в наших домах. Мы можем прийти сюда сегодня вечером в церковь, но то, что происходит в наших домах в понедельник, среду и пятницу, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом и десятилетия, часто приводят к тому, что мы возьмите на себя эту ответственность за наших детей. Это та работа, которая была возложена на нас, и мы несем ответственность за эту работу и несем ответственность за нее. И однажды мы ответим за это перед вами. Так что Бог ценит это и видит это. И каждый человек, как отцы и матери, несет ответственность за религиозное воспитание, семейное богослужение и духовное воспитание. Наше общество, в котором ты оказался, очень коррумпировано. Грех уже стоит у порога. Ситуация становится не лучше, а только хуже. Это порочно и порочно. А библейская подготовка или отсутствие библейской подготовки оказывает глубокое влияние на общество. Почему же наше общество устроено именно так, как оно есть? В какой-то момент мы потерпели неудачу в наших домах. Раньше все было по-другому. И вот что мы увидели, так это отсутствие родительского воспитания, которое привело к ухудшению состояния нашей нации. Во многих наших семьях остались сироты. Многие дети, родившиеся в этой стране, остались без отцов. Их число просто ошеломляет. У нас есть разрушенные семьи. Вот так в конечном итоге и получается разрушенная нация. Таким образом мы воспитываем поколения людей, которые ни к чему не питают уважения. Ты видишь это? Да или нет? У них нет никакого уважения. Они творят беззаконие, они бунтуют, в них царит хаос. В них нет ничего святого. Они материалистичны, они просто любители удовольствий. Ситуация все больше ухудшается. Так вот, я вырос в языческой семье. Я был воспитан без Бога, без христианских ценностей. Я вырос без церкви и без Библии. У меня не было того, что было у многих из вас на протяжении всей вашей жизни. Но я могу рассказать вам, с чем я был воспитан. Нас учили снимать шляпы, когда мы входили в какое-нибудь здание. Они учили нас не есть до тех пор, пока все не сядут за стол. Они научили нас жевать с закрытым ртом. Они научили нас говорить «да», «мэм», «нет», «мэм», «да», «сэр», «спасибо» и «пожалуйста». Мы находимся в нечестивом доме. Они научили нас тому, что мы все должны работать сообща. Мы не наблюдаем за тем, как работают другие люди. Они научили нас убирать за собой вместе. Они научили нас уважать всех людей, особенно пожилых. Они научили нас стоять, когда был представлен флаг. Они научили нас немедленно подчиняться тем, кто стоит у власти. Они научили нас не мусорить и не мусорить. Сегодня я проехал по вашим автострадам. Хаекто не понял, в чем дело. Нас учили не огрызаться в ответ. Они учили нас не проявлять неуважения к окружающим. Теперь мы живем в доме, где нет Бога. В нашей стране это было давным-давно. Вот я и спросил сегодня вечером, кто контролирует жизнь наших семей. А кто является лидером в нашем доме? Кто командует нашей семьей? Кто же руководит нами? И куда же мы направляемся? И вот ты подходишь к этому отрывку здесь, в стихе 19, и обнаруживаешь, что Авраам командует своей семьей. Авраам здесь главный. Библия учит нас в притчах, что если детей оставить одних, то что же они будут делать? Кто-нибудь знает об этом? Они навлекут на кого-нибудь позор. А на кого они навлекут позор? На свою маму. Об этом говорится в притчах 20 главы. Об этом говорится в притчах в середине 20 стиха. Но в притчах 29 говорится вот что. Розга и обличение дают мудрость, но ребенок, предоставленный самому себе, позорит свою мать. Итак, у тебя есть розга, это орудие дисциплины. У тебя есть обличение, это наставление и дисциплина, исходящее из наших уст. Ты используешь и то, и другое для того, чтобы давать наставление ребенку или детям. Но если ты не будешь делать ничего из этого, нашим детям будет стыдно за себя. Если их оставить в покое, ребенок пойдет своим собственным путем. И поэтому родители помещают в этот дом для того, чтобы они противодействовали злым желаниям мятежного сердца. Наши дети не рождаются совершенными от рождения, не так ли? Они рождаются грешниками. И поэтому мы начинаем процесс работы над этими сердцами в очень раннем возрасте. Их склонности, их склонности заключаются в том, чтобы быть упрямыми. Их склонности заключаются в том, чтобы быть своевольными. Их склонности заключаются в том, чтобы быть греховными. Их склонности заключаются в том, чтобы быть непослушными. И мы должны поработать над этими сердцами и изгнать из них все это в соответствии с пословицами. Поэтому родители должны донести то, чему они научились у Господа, до тех детей, которые находятся у них дома. Невежество царит здесь из-за праздности родителей или их лени. Мы предполагаем, что они будут учиться у церкви, они будут учиться в молодежной группе, они будут учиться в детском служении. Мы отдадим их в христианскую школу. Послушай, ничто не может заменить христианское воспитание детей. Теперь все эти вещи могут помочь нам в нашем воспитании детей. Но, мамы и папы, мы сами должны быть родителями. А когда же начинается это воспитание детей? Как только они приезжают, все начинается сразу же. Отцы должны знать Божьи пути и уметь проповедовать их своим детям, как и очень многие родители, они не в состоянии передать свет, они не в состоянии передать истину, они не в состоянии передать ценности своим детям, потому что многие родители стали рассеянными в этом обществе. Они просто сбиты с толку. А также другие вещи, которые стали более важными. Часто очень важны именно материальные вещи. Но я говорю нам, собравшимся в этой комнате, и мы должны это знать, что наши дети — это самое главное. Они похожи на оливковые деревья вокруг стола, не так ли? Ведь это дар Божий, не так ли? Они являются наследием от Господа. Дети — это очень важно для нас. Они гораздо важнее, чем само строительство дома. Они гораздо важнее, чем каникулы. И все же часто мы сосредотачиваемся именно на этих материальных вещах. И все же время летит так быстро, и не успеваем мы оглянуться, как нашему молодому человеку уже исполняется 12, а молодому человеку — 18. И не успеешь ты оглянуться, как они уже женятся. К тому же твое время на тренировку было упущено впустую. Таким образом, на Абрахама здесь смотрят, как на человека, который командует, и обратите внимание на степень его командования. Обратите внимание в стихе 19 на то, как далеко простиралось его повеление. В стихе 19 говорится, что он повелевал своей семье, и что же еще? Это его домочадцы. А что же входит в состав этого домочадца? Оно включает в себя все, что угодно. То, что находится внутри дома, и то, что находится снаружи дома. Если ты когда-нибудь читал 10 главу Деяния апостолов, где говорится о человеке по имени Корнилий, то там говорится, что он был набожным человеком, и боялся Бога вместе со всем своим домом. Все люди, которые были в этом замешаны, включая слуг тех, кто работал на него, и тех, кто служил ему, включая всех его детей и внуков, все они были вовлечены в это дело. Все они были вовлечены в это дело. Корнилиус был человеком, который распоряжался своим домашним хозяйством. Некоторым отцам пришла в голову такая идея, что они могут сами выбирать, в каких областях они будут работать. Я собираюсь делать то-то и то-то, а также пренебрегать другими областями, и я думаю, что этого достаточно. Эти стихи разрушают эту идею в дребезге. Мы должны командовать всем нашим домашним хозяйством. У нас нет права выбирать, за чем мы будем наблюдать. Мы не можем действовать по принципу руки прочь. Мы не можем быть безответственными в одних областях и нести ответственность за другие. Так что обратите внимание на то, как он повелевал своей семье в стихе 19. Обратите внимание, что это было сделано не в стиле диктатора. Посмотрите на стих 19. Как он повелевал своей семьей? Обратите внимание, что это было сделано не с помощью силы. Да, у нас есть власть, да, у нас есть власть, но он повелевал совсем не так. Он повелевал последовательной и верной жизнью. Он повелевал своим образом жизни. Тем, кем он был и как он жил. Именно так он и повелевал. Посмотри на 19 стих, там об этом говорится вот так, ибо я знаю его, что он будет повелевать своим детям и своим домашним. Обратите внимание на следующие за ним слова. Таким образом, мы можем учить принципам и истинам, но гораздо важнее, чтобы мы их демонстрировали. Если все, что мы делаем, это произносим их из своих уст, но никогда не демонстрируем их в своей жизни, они будут скучать по этому и увидят лицемерие в наших глазах. Наш дом. Неужели мы хотим, чтобы наши дети видели именно лицемерие? Так скажите, да или нет. Жалоба номер один, как учителя библейской школы, когда я преподавал в христианской школе, жалоба номер один всех христиан в этой школе, которая у меня была за эти годы. Жалоба номер один заключается в том, что я слышу, что ты говоришь, я слышу, чему ты учишь, но мои родители так не поступают. Это настоящее лицемерие. Ты хочешь подорвать веру своего ребенка в Бога? Ты хочешь подорвать его будущее? Тогда веди себя лицемерно в своем собственном доме. Теперь мы можем надеть нашу красивую одежду, мы можем надеть нашу воскресную одежду, и мы можем носить нашу Библию. И мы можем ходить в церковь и выглядеть кем-то, и мы можем пойти домой, уничтожить все это. Полное представление о том, что мы пытаемся продвигать. Потому что мы не живем в соответствии с правдой. Так что мы должны быть примером для подражания. Дети иногда не улавливают всего, чему их учат, но они обязательно поймут то, что видят. Родители должны быть такими же, чтобы прививать это детям. Обрати внимание на шестую главу второзакония. В шестой главе второзакония, начинающейся с четвертого стиха, если у тебя есть Библия, обрати внимание вместе со мной. В шестой главе второзакония и четвертом стихе говорится, «Господь Бог наш, есть Господь единый». В пятом стихе говорится, «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, всеми силами твоими». В шестом стихе говорится, «Эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, да пребудут в сердце твоем». И ты должен усердно учить им своих детей, говорить о них, когда ты сидишь в своем доме, когда ты идешь по дороге, когда ты ложишься и когда ты поднимайся наверх. Мы учим наших детей тому, как мы водим наши автомобили. Мы учим наших детей тому, как мы любим свою маму. Мы учим наших детей тому, как мы ведем себя внутри того дома, в котором живем. И вот Авраам сказал, что они будут следовать за ним, потому что он ведет за собой не только своими устами, но и всей своей жизнью. Наставление — это замечательно, но наставление на собственном примере — это еще лучше. Ты понимаешь, о чем я говорю? Итак, Библия говорит здесь, в шестой главе второзакония и шестом стихе, что то, чему ты готовишься учить в шестом стихе шестого второзакония, должно быть в твоем собственном сердце первого числа. В наших сердцах должно быть заложено понимание того, что нам необходимо усвоить это. Так что родители-христиане должны быть примером для подражания. Наши привычки, наше окружение, наше занятие, наши манеры, всему этому мы учим детей. Так что напишите учебное пособие и библейское обучение вместе с системой примеров, образцом, если хотите, от мамы и папы, моделью, если хотите, от мамы и папы для детей, чтобы иметь возможность видеть, подражать и копировать. Дети — это подражатели, да или нет? Ты произносишь какие-то слова, и они сами произнесут эти слова. Тебе что-то нравится, и им это тоже понравится. Мне всегда доставляет удовольствие, когда они проходят через ту стадию, когда им хочется делать все то, что делаешь ты. Недавно я был в одном месте, где были маленькие дети, и они произносили неправильные слова. Я был в церкви. Дети произносили слова, которые им не следовало произносить или даже знать в таком возрасте. Вот я и спросил, а чьи это дети? В церкви была целая семья. Мама находится внутри дома. Я познакомился с ней. Я сказал, что она очень добрая женщина. Я спросил, а где же папа? Он где-то там, в машине. Я сказал, позволь мне выйти и встретиться с ним. Так вот, я подошел к машине, заговорил с ним и сказал, я слышал, как твои дети говорят некоторые вещи, которые им не следовало бы говорить. Сказал я, где они этому научились? Я просто спросил об этом. Сказал он, я сам их научил. Говорит он, у меня нехорошо во рту. Сказал я, твои дети повторяют то, что ты говоришь. Сказал он, я только что уволился из армии. Это не может служить оправданием. Я уже много лет не хожу в церковь, и это не может служить оправданием. Но так уж повели себя мои дети, они копируют слова, которые я произношу, и я знаю, что мне нужно изменить эти слова. Я рад, что он признался, откуда они их взяли. Я рад, что он смог увидеть, что он дал своим детям, и я рад, что он хочет что-то с этим сделать. Очень часто папы не хотят ничего с этим делать, потому что они уже устали. Мужчины, мы должны подойти к делу с полной ответственностью. Мы должны быть на высоте положения. Сегодня наши дети нуждаются в нас больше, чем когда-либо, в той культуре, в которой воспитываются наши дети. Какое влияние и насколько сильно оно оказывает на сегодняшний мир? Насколько же оно сильно? Неужели оно сильнее, чем когда-либо прежде? Да или нет? Оно сильнее, чем когда-либо прежде. Наши молодые люди сталкиваются с такими вещами, о которых мы с тобой даже не задумывались. И они сталкиваются с ними в очень юном возрасте. И нам нужно, чтобы мужчины пришли и встали на защиту своих семей и защитили свои дома. Так вот, как родители, как родители. Идеальны ли мы сами по себе? Идеальны ли мы, как родители? Да или нет? Так что мы возьмем и сделаем все возможное, чтобы воспитать наших детей. А значит ли это, что наши дети не собьются с пути истинного? Значит ли это, что наши дети не будут принимать неверных решений? Когда они совершают подобные поступки, как это отражается на наших сердцах, маме и папе? А как же это отражается на наших сердцах? Как же это отражается на наших сердцах? Это разбивает нам сердца. Скажи мне, да или нет. Ты когда-нибудь ломался? Твое сердце когда-нибудь разбивалось из-за других родителей? Когда ты видишь, как их дети делают неправильный поворот в жизни? Так что мы сделаем все возможное, чтобы воспитать наших детей в страхе Божьем. И только потому, что наши дети иногда сбиваются с пути. И только потому, что они принимают неверные решения. И только потому, что они делают некоторые вещи, которые мы бы не хотели, чтобы они делали. Это не значит, что мы не должны этого делать. Я их натренировал. Мы воспитываем детей так, как они должны поступать в жизни. Иногда они бунтуют против этого, иногда подаются чужому влиянию. Но со временем я понял, что многие из этих молодых людей возвращаются к Богу. Я был в гостях у мужчины лет пятидесяти, который вырос в христианской семье. Его воспитывали замечательные родители, и он разбил им сердца. Он ушел из дома и иногда не виделся со своими родителями десятилетиями. В конце концов, он вернулся к Господу в возрасте пятидесяти лет, но сейчас уже слишком поздно, потому что его мама и папа уже умерли. Они умерли и сошли в могилу вместе со своими детьми, вместе с этим конкретным сыном, восставшим против Бога. Неужели ты думаешь, что это причиняло сердечную боль этим матери и отцу всю их жизнь? Да или нет? Я встречался с их родителями, с его родителями. Я был знаком с его родителями. Я не могу тебе сказать, сколько раз я бывал у них дома. А знаешь, о чем мы молились перед тем, как я покинул этот дом? О том единственном сыне, который сбился с пути истинного. Они никогда не переставали молиться. Знаешь, о чем они всегда меня спрашивали? Пастор, что же мы сделали не так? Что же мы сделали не так? Что же мы упустили? Так что, несмотря на то, что мы можем тренировать как можно лучше, мы можем стремиться к этому. Мы можем командовать с нашими семьями. Рано или поздно эти молодые люди будут принимать свои собственные решения. Иногда им приходится принимать решения, которые разобьют твое сердце, мое сердце и сердце твоего пастора. А иногда они выходят в мир иной. Мы не знаем, как долго они пробудут там. Иногда они идут на это в течение длительного времени, нанося ущерб всему своему будущему. Но значит ли это, что мы не должны быть родителями наших детей? Значит ли это, что мы не должны обучать наших детей? Значит ли это, что мы не должны пытаться это сделать? Мы должны внести свой вклад в это дело. И поэтому мы вкладываем в них все свои силы. А еще в Библии сказано, что они никогда не потеряют того, что ты в них вложил, даже если они сбились с пути истинного. И вот этот 50-летний мужчина сказал мне со слезами на глазах, как бы я хотел, чтобы мои родители видели меня сейчас. Я никогда не забывал голоса своих мамы и папы. Я никогда не смогу забыть молитвы моей матери. Я сказал, не волнуйся, в один прекрасный день ты увидишь его снова. Сказал он, я бы хотел, чтобы моя жизнь давным-давно наладилась. Так вот, когда ты работаешь на своих детей и даешь им отцовское и материнское воспитание, которое ты должен им дать, иногда ты не видишь немедленных результатов. Иногда то, что ты сделал, они попирают ногами. Иногда они идут в противоположном направлении. Но ты должен быть веренным и донести до них то, что ты должен донести до них. Они всегда будут иметь это при себе. В их голове будет звучать голос, от которого они будут стараться избавиться. И никогда не знаешь, когда они развернутся и вернутся обратно. Я всегда думаю о молодом человеке в загоне для свиней. Ты помнишь его? Как бы тебе понравилось быть его отцом? Отдай мне мое наследство, и он ушел. А какой образ жизни ты ведешь и какой образ жизни ведешь? Но в один прекрасный день он вернулся домой, да или нет? А были ли счастливы его родители? Они обрадовались, надели ему кольцо на палец, туфли на ноги, куртку и убили откормленного зверя. Они устроили большой праздничный пир. Мой сын, который пропал без вести, теперь вернулся домой. И поэтому я хочу призвать нас написать учебное пособие и провести библейское обучение. Мы должны запечатлеть это в сознании наших детей с самого раннего возраста. Но это еще не заканчивается, когда дети поступают в начальную школу. Это еще не заканчивается, когда они превращаются в двузначные цифры. Это еще не заканчивается, когда они становятся подростками. Воспитание детей, как я уже понял, продолжается и по сей день. Моему старшему сыну сейчас 30 лет, а младшему где-то за 20. Иногда мне кажется, что я все еще занимаюсь родительской деятельностью. Они женаты. Да, так оно и есть. Некоторые из них живут в одиночестве где-нибудь за городом. Но я все равно вмешиваюсь в их жизнь, как их отец. Надеюсь, сегодня ты получил известие от своих детей. Сегодня я получил известие от своих детей из разных штатов. Но какое же это благословение расти в семье, где родители подавали прекрасный пример, где сыновьям и дочерям были даны образцы благочестия и святости, потому что их родители были примером для подражания. Мы должны взрастить, как сказано в Библии, благочестивое семя. Семья Авраама будет соблюдать заповеди. Обратите внимание на то, что говорится в стихе 19. Семья Авраама будет соблюдать пути Господни. Ты видишь это там? Там говорится, что они должны соблюдать путь Господень, путь Божий. Каковы благословенные последствия того, чтобы вести семью в соответствии с Библией? Мы никогда не сможем узнать всех последствий того, чтобы вести их в соответствии с Библией на протяжении всей их жизни. А теперь я хочу задать тебе вопрос. А что, если ты ошибаешься, как родитель? А что, если ты примешь решение об образовании своего ребенка и твое решение об образовании для него было неправильным решением? Сталкиваемся ли мы с необходимостью принятия решений об образовании для наших детей? Да или нет? Да или нет? Есть ли у тебя выбор в отношении образования? Да или нет? О, у нас есть очень много вариантов получения образования. Но что, если вы, как мама и папа, примете неправильное решение относительно образования своих детей? Как ты думаешь, важно ли тебе принять правильное решение об образовании своих детей? А кто контролирует их работу в течение скольких часов в день? Кто вкладывает в них больше энергии, чем ты вложишь в них за один день? А сколько часов они проводят в школе? Сколько часов они находятся под влиянием учителей и других детей? В котором часу ты возвращаешься домой с работы? Сколько времени ты проводишь с ними вместе? Что-то тут не сходится. Кто бы ни учил их, он будет проводить с ними больше времени. Ну и что с того, что ты примешь неверное решение именно по поводу образования своих детей? Так что если ты хочешь знать, что тебе нужно делать с образованием своих детей, ты знаешь, что тебе нужно сделать. Тебе нужно помолиться об этом. В Библии в стихах с 8 по 12 главы книги Судей рассказывается о семье. Его звали Манн. Он помолился Господу и сказал Богу, «Научи нас, что нам делать с ребенком, который должен родиться». У них тогда еще не было сына. Сын был уже в пути, и они просят Бога, чтобы он научил нас, чтобы мы знали, что нам следует делать. Как же нам поступить в 12 стихе? Послушай, именно об этом говорится в 12 стихе книги Судей 13. Как нам прикажете поступить с ребенком и как нам поступить с ним? Некоторые из нас не молятся о тех решениях, которые мы принимаем в отношении наших детей. Нам нужно молиться об этих решениях. А как насчет того, чтобы твоя дочь стала достаточно взрослой, и некоторые ребята начали проявлять интерес к твоей дочери? Родители, вы уже добрались до цели. В Вашингтоне это означает «да», а здесь «нет». Вы дозвонились до их родителей. Кто-то заинтересовался вашей драгоценной дочерью. Неужели ты собираешься отдать свою дочь кому-нибудь другому? Вот и весь правильный ответ на этот вопрос. Кто же это сказал? Я думаю, что иногда люди не обращают внимания на то, кому они отдают своих дочерей. Ты потратил все это время на воспитание этого милого ребенка. Кстати, сколько денег ты потратил на нее за 18 лет? Ты вложил много денег в эту дочь, а потом просто отдаешь ее, не проверив, как там этот парень. Может быть, он некрасив, но лучше бы ему быть чем-то большим, чем просто красавцем. И часто мы принимаем такие решения без молитвы, не прося Бога об этом. И поэтому иногда мы даем им неправильное образование, а иногда отдаем их не к тем людям. А иногда мы принимаем очень плохие решения. Послушай, решения влекут за собой последствия. И мы забываем молиться и просить Бога, «Боже, что же нам делать?» Я помню тот день, когда я вернулся домой. Это было в начале 90-х, и я объявил об этом своей жене. «Ребята, вы когда-нибудь приходили домой и объявляли о чем-то своей жене?» Я сказал, «Дорогой, мы собираемся учиться на дому». И она спросила, «А кто это мы такие?» Сказал я, «Это значит, что ты будешь преподавать, а я буду директором школы». Сказала она, «Откуда у тебя взялась эта идея?» Это было еще до того, как это стало популярным. В то время никто по-настоящему об этом не говорил. Я уже сказал, что окончил государственную школу. Я не хочу отдавать туда своих детей. Я преподаю в христианской школе и не хочу отдавать туда своих детей. Я же сказал, что ты сертифицированный учитель. У тебя действительно есть ученая степень преподавателя. «Я думаю, что ты справишься с этим». Говорит она, «У меня четверо детей в возрасте до пяти лет, и ты хочешь, чтобы я их тоже учил?» Как мы уже сказали, трое из них все еще в подгузниках. И вот так мы ездили по окрестностям все лето, все лето. Мы молились об этом и говорили об этом. Я бы не сказал, что мы спорили, но мы были близки к этому. Мы обсуждали этот вопрос. Она даже пригласила специалистов, чтобы они поговорили со мной. Настоящие профессионалы своего дела. Она пригласила профессиональных учителей, которые сказали, «Да, твой сын еще недостаточно взрослый, тебе нужно подождать до определенного возраста, а потом ты сможешь преподавать». Сказал я. «Я думаю, что он довольно умен». «Я думаю, что он уже готов». И мы приняли это решение, и на сколько лет оно продлилось. Нам исполнилось 1717 лет. Моя жена встала, села за письменный стол и в течение 17 лет учила наших четверых детей точно так же, как в обычной школе. Дисциплинированность, сосредоточенность — это все равно, что работа на полный рабочий день. Именно такое решение мы приняли для нашего дома. У нас есть несколько вариантов действий. Есть христианские школы, есть чартерные школы, есть общественные школы, есть домашние школы. Существует огромное количество различных видов домашних школ. Есть и государственные школы. Нам действительно нужно хорошенько подумать о том, что мы делаем. Я знаю многих из нас, собравшихся в этом зале, я учился в государственной школе. Я знаю, что такое государственная школа в целом. Я не отдам туда своих детей. Я не знаю, знаешь ли ты, в чем сегодня заключается суть государственной школы. с какого возраста они начинают учить наших детей всякой ерунде. Как рано наши дети начинают понимать, как устроен мир, а как рано это происходит. Это происходит в старших классах школы или когда они еще маленькие. К тому же в наших школах происходит огромное влияние на развитие детей. В свое время я верил, что ты мог бы оставить своих детей учиться в государственной школе. Я больше в это не верю. Я рад, что у вас здесь есть христианская школа. Я преподавал в вашей христианской школе. Я проповедовал в вашей христианской школе. Я побывал в классах вашей христианской школы. Я был здесь в часовне, вместе с этой христианской школой. Я высоко ценю то, кем являются руководители этой школы. У тебя есть все возможности для выбора. Мне это дорого, обойдется. Ты знаешь, во сколько еще обойдется это им, если они поймут, как устроен мир. Похоже, у нас есть деньги на все то, на что мы хотим иметь деньги, за исключением тех вещей, которые действительно будут иметь какую-то ценность. Нам нужно принимать решения, которые мы должны принять. И Манн, и даже несмотря на то, что у него не было детей, даже несмотря на то, что он придавал большое значение детям. И Божья воля сотворил чудо, чтобы в его жизни появился парень по имени Сэмпсон. Если вы помните, он меньше всего на свете начинал молиться Богу о том, как же нам распорядиться этим ребенком. А как же нам его воспитывать? Этот будущий отец просил Бога о том, как воспитать своего первенца. Лучший подарок, если ты здесь, и ты чей-то сын, и чья-то дочь, послушай, лучший подарок, который ты можешь преподнести своему отцу, это то, что говорится в этом стихе, стихе 19, за то, что ты соблюдал путь Господень. Я не знаю более великого дара, который могли бы преподнести мне мои дети, чем умение следовать путем Божьим. Ты хочешь осчастливить хотя бы этого отца? Тогда поступай так, как сказано в Слове Божьем. Это приносит радость в сердце этого человека. Теперь в Новом Завете об этом говорится по-другому. Об этом говорится в первом стихе 3 Евангелия от Иоанна. В-четвертых, для меня нет большей радости, чем слышать, что мои дети ходят в истине. Нет большей радости, чем слышать, что мои дети, независимо от их возраста, живут поистине. Успех не всегда связан с финансами. Дело не всегда в том, чтобы владеть бизнесом и автомобилями, а успех — это верность Богу. Верны ли наши дети Богу? Верны ли Богу наши внуки? Какое же это свидетельство об Аврааме? Бог говорит, что я его знаю. Бог знает нас с тобой вдвоем. Я знаю его в том, что он будет повелевать своим детям и своим домочадцам следовать за ним, и они будут соблюдать путь Господень. Вот в чем заключается Божье свидетельство об Аврааме. В чем заключается Божье свидетельство о тебе? Библейские отцы, давайте встанем на ноги и помолимся. Пожалуйста, все глаза должны быть закрыты, никто не должен смотреть по сторонам. Авраам не учил своих детей в соответствии со своими собственными представлениями. У Авраама не было священных писаний, на основе которых он мог бы учить своих детей. И все же Библия говорит, что он собирается учить своих детей в соответствии с путями Господними, путями Божьими. И насколько больше преимуществ у нас есть, имея все 66 книг Библии, имея все материалы, которые мы можем достать, имея все возможности для различных вещей, которые мы можем делать внутри поместной церкви и христианских школ. Мы так счастливы, что нам выпало такое счастье. Можно ли сказать о нас, что мы командуем своей семьей, что мы руководим нашей семьей, что мы приводим нашу семью в порядок? И что мы делаем это на собственном примере, а не с помощью диктатуры? Какое же это свидетельство для нас, отцов, в этом современном мире? Место, куда направлялся Авраам, и что происходило в той части книги Бытия, было местом, называемым Содом и Гомора. И мы живем в те же самые времена, в те же самые дни прямо здесь, в этом районе, где мы находимся, в Содоме и Гоморе. Там, где Бог сошел с небес в огне, огне и серии, и разрушил эти города на том месте, которое мы называем Мертвым морем. И все же Авраам повелевал своей семьей, своим домашним хозяйством и всем, за что он отвечал. А теперь, мамы и папы, посмотрите на тех драгоценных детей, которые у вас есть. Посмотрите на тех детей, число которых исчисляется двузначными цифрами, которые у вас сейчас есть. И, может быть, некоторым из вас уже перевалило за 20 или даже за 30. А время, отведенное нам на воспитание детей, пролетает незаметно. У тебя появляется только одна возможность, когда им исполняется 2, 4, 6, 10 и 12 лет, но потом она быстро проходит. И в те ранние годы становления их жизни папы, одно дело – произвести детей на свет. Совсем другое дело – командовать ими. Совсем другое дело – быть для них примером. И поэтому давай сегодня вечером решим, что мы будем брать пример с Авраама и Божьего свидетельства об Аврааме, и что мы будем применять эти принципы в нашей собственной жизни. Господи, помоги нам. Господи, помоги нам воспитать наших детей в условиях такой культуры и такого мира. Господи, помоги нам молиться так же, как Мануа. Как же нам учить этих детей? Как же нам приказывать им? Это одно из величайших творений, которое ты вложил в нашу жизнь и в наши руки. Это души маленьких детей. Если ты здесь сегодня вечером, и Бог обратился к твоему сердцу, то сейчас самое время для нашей молитвы. Это время приглашения к нам. Я собираюсь помолчать всего несколько минут. Если ты хочешь помолиться, пожалуйста, молись. Если ты хочешь подойти и помолиться, пожалуйста, подойди, преклони колени и помолись. Если ты здесь сегодня вечером без Христа и нуждаешься в спасении, тебе нужно покаяться и прийти к Богу. То самое великое, что ты мог бы сделать для своего небесного Отца и для своего земного Отца, это придите ко Христу, взывайте о прощении грехов и родитесь свыше. Ты говоришь о великом подарке для своего Отца, о спасении твоей души. Это отличный подарок. Так что давай же обратимся к Богу с молитвой. Давай придем и преклонимся перед нашим Небесным Отцом, ибо Бог видит и Бог знает. Давай помолимся.